Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! 2 июня 2021 года в Гибралтаре завершится четвертый этап женской серии Гран-при Фиде 2019-2020, которая первоначально должна была завершиться в мае 2020 года. Но все передвинулось на год спустя, и сейчас мы ждем ответа на вопрос, кто же получит две заветные путевки в турнир претенденток 2022. Посмотрим на турнирную таблицу серии Гран-при после трех этапов. На первом месте с 398 очками находится Александра Горячкина, но она уже получила одну из заветных путевок в турнир претенденток 2022, и в участии розыгрыша путевок в этой серии не играет. Хампи Канеру на сегодняшний день на втором месте у нее отличные шансы на втором месте либо остаться, либо переместиться на третье место. Это зависит от того, как в Гибралтаре выступят Нана Дзагнидзе, Катерина Лагно, Анна Музычук, Мария Музычук и Алина Кашлинская. Эти шахматистки имеют теоретические шансы попасть в турнир претенденток. Пока на третьем месте нахожусь я, но до 2 июня у меня есть еще время находиться на этом отличном месте в серии Гран-при, но турнирное положение изменится очень сильно. Давайте посмотрим на то, как расположились шахматистки после шести первых туров, которые уже сыграны в Гибралтаре. Первое место на сегодняшний день делят две шахматистки, Мария Музычук и Женсая Абдумалик. Стоит отметить, что Женсая играет в этой серии как бы вне конкурса, потому что она была приглашена в серию Гран-при без отбора, поэтому на эту заветную путевку в турнир претенденток из этой серии она попасть не может. Но тем не менее, после шести туров у этой шахматистки, так же как и у Марии Музычук, четыре с половиной из шести, на третьем месте Катерина Лагно и четвертое, шестое места делят Нана Цагнидзе, Элизабет Пёц и Гюнай Мамедзаде, три с половиной очка из шести, плюс один. Анна Музычук расположилась на 50% отметке, три из шести, у других шахматисток чуть меньше очков, но впереди еще пять туров и все может измениться. А в этом видео мы с вами вспомним пять ярких моментов из игры лидеров в первой половине турнира. После первых шести туров во главе турнирной таблицы Мария Музычук и Женцая Абдумалик, которые одержали три победы, не проиграв при этом ни одной партии и сделав три ничи. Разберем два примера из партии лидеров. В этой партии черными играет Мария Музычук и демонстрирует отличную дебютную подготовку в достаточно редком разветвлении челябинского варианта. Ход черных. Этот ход уже был применен черными несколько раз, но тем не менее его сложно не отметить. Черные делают ход под три удара. Д5. Несмотря на то, что это поле, казалось бы, трижды защищено белыми фигурами, но пешка смело движется вперед. Идея в том, что после конь бьет Д5, последует слон бьет Б5. И этот размен выгоден для черных, так как вскрывается линия Б, по которой черная ладья будет нападать на пешку Б2. После ферзь бьет Д5. Скорее всего, идея черных также напасть на пешку Б2 путем достаточно неочевидного хода слон С1, создавая неприятное давление. Партия же последовала ЕД. Так белые уже несколько раз играли. И здесь Мария сделала ход Ф5. В других партиях встречался тоже такой достаточно интересный ход Е4. Ф5. Слон Е2. Король А8. Загадочный ход королеву. Смею предположить, что на 0-0 черные собирались каким-то образом перейти в атаку, возможно, даже немедленным, Ж5. И ход король А8 где-то необходим, чтобы освободить поле Ж8 для черной ладьи. Конечно, Ж5 не обязательное продолжение. Здесь интересно, как Ф4 и Е4. Тем не менее, ход 0-0 кажется, хотя и опасным в этой конкретной позиции, но достаточно логичным продолжением за белых. Потому что ход Ж3, который они избрали, никоим образом не помогает белым после рокировки, которую рано или поздно белым придется сделать. И к тому же ослабляет поле Ф3 и создает возможность после Ф4 атаковать пешку Ж3. Что, в принципе, и случилось в партии. Ферзь Б6 ходит черный. Интересны были также переводы ладьи через это поле. Ладья Б6. И в дальнейшем ладья Ж6 или ладья Ф6. Ферзь Б6. Здесь белые наконец-то сделали рокировку. После чего черные сыграли Ф4. Угроза ФЖ. Можно ли здесь было сыграть Ж4? Очень интересный вопрос. Анализируя то, что произошло в партии, наверное, Ж4 было более упорно. Так как после король Ж2 выяснилось, что у черных есть очень сильный план. А именно ладья Ф7. Такой непримечательный с первого вида ход ладьей. Но с очень страшной идеей. Точнее, угрозой. Ф3 угрожают пойти. Черные, используя давление фигур на пешку Ф2. Белые проигнорировали эту страшную угрозу. Сделали ход Б4. Но этот ход проигрывает партию. Возможно ли здесь было защититься от этой угрозы? Чуть упорнее было С4. Но и в этом случае атака черных выглядит очень-очень угрожающе. После же Б4 последовала АБ. Ладья А6. Ферзь Д4. И выясняется, что в случае ферзь бьет Д4. ЕД, как и было сыграно в партии. Конь А2. В принципе, можно было сыграть и в центр. Это ничего бы не изменило. Ф3. Такой отвлекающий прием. И после слон бьет Ф3. Последовала бы слон Б5 с двойным ударом. Черные победили. Белые сдались после хода. Ф3 очень быстрая и уверенная победа Марии Музычук благодаря отличной дебютной подготовке. Давайте посмотрим еще одну миниатюру от еще одного лидера турнира Женсаи Абдумалик. Итак, партия Абдумалик-Стефанова. Уже до этого момента черные что-то явно сделали не так. Не закончили развитие. Начали контратаку по линии А. И белые наказывают черных за столь неосмотрительную игру. Ни много ни мало. Белые просто ловят черного ферзя. Белые сыграли слон Ж5. Нападая на ферзя Ф6, который достаточно рано вышел на поле Ф6 и чувствует себя здесь очень некомфортно. Ферзь Е5. Слон Ф4. Ферзь Ф6. И белые, конечно, не собираются повторять ходы путем слон Ж5. А играют Е5, жертва пешки, освобождающая поле Е4, которое после слон Е5 пригождается для белого коня. Конь Е4. Ферзь в клетке, в западне. Единственное поле, на которое он может пойти, это ферзь бьет Ф5. Но это съедение пешки не помогает, так как белые играют конь Д6. Вскрытый шаг. Нападение на ферзя и короля. И после СД слон бьет Ф5, получают выигранную позицию. Партия еще продолжилась несколько ходов. Давайте досмотрим ее до конца. И после ладья Б5, С3, 0, 0. Ферзь Е2, ладья Б6, Б5, теряя еще и коня, черные признали свое поражение. Идем дальше по турнирной таблице. И смотрим на чудесное спасение Катерины Лагно. Шахматисты делятся на тех, кто считает набранные очки, и тех, кто считает упущенные возможности. В этой партии между Екатериной Лагно и Алиной Кашлинской, безусловно, Алина могла бы победить. Ведь Екатерина Лагно грубо ошиблась в дебюте, получила тяжелую позицию. И казалось, что все движется к победе черных. Но минутная потеря концентрации была очень серьезно наказана белыми. В этой позиции черные грубо ошиблись, побив пешку на А3. Им следовало разменять назойливого белого коня ходом слона Ф5 с хорошей игрой. Вместо этого последовала ферзь А3. И конь на Ф5 сделал свое дело. Конь бьет Ж7. Выясняется, что ферзь на А3 попадает под удар белого ферзя. В случае король бьет Ж7 следует скрытый шаг и теряется черный ферзь. Но после ладья ЕД8 позиция черного короля уже не так крепка, как до хода конь бьет Ж7. Конь Ф5, слоны Ф5, ферзь Ф5. И если мы сейчас посмотрим на позицию, то увидим два великолепных. Слона белых против двух коней и слабого короля. Конь Е7, ферзь Ж4, конь Ж6. И белые бросаются в атаку. Х4, ферзь Ф8, Х5. Черным приходится еще больше ослаблять позицию своего короля. Но точными ударами белые оттесняют фигуры черных все дальше и дальше. И очень быстро используют свой перевес. И в этой партии побеждают. Перевод слона на h2 с тем, чтобы заставить черных отдать еще одну пешку. Ладья бьет Ф5, конь Д4. И красивый завершающий удар. Ладья Ф6, подчеркивающий слабость черных полей. После ферзи Ф6 последовало бы слон Е5. В партии было сыграно ладья Ц6. И после ладья Ж6 черные признали свое поражение. Досадное поражение для Алины Кашлинской. И везение для Екатерины Лагно. Но везет тому, кто сам везет. Смотрим дальше. 4-6 место делят три шахматистки. С тремя с половиной из шести. Элизабет Пец, Нана Дзагнидзе и Гюнай Мамедзаде. У Элизабет три победы, два поражения. У Наны и Гюнай по две победы и одному поражению. Мы посмотрим партию Элизабет Пец, Наны Дзагнидзе. Нана в данном случае будет в качестве соавтора. Здесь, в этой партии Элизабет удалась. Замечательная атака тяжелыми фигурами. Ход белых и следует. Ладья Е бьет Е4. Вроде бы пешка защищена, но она защищает не только пешку Е4, но и важное поле Ж4. Выясняется, что после ФЕ последует ладья Ж4 шах. И чтобы защититься от мата, который находится у белых на любое отступление короля, черным приходится отдавать ферзя. И кажется, что у черных материально все в порядке. Две ладьи за ферзя, но после ФЕ5 шах теряется еще и пешка, и ферзь с двумя пешками гораздо сильнее двух ладей. В партии последовала ладья АЦ8. И в принципе получилось примерно то же самое. Ладья бьет Ф5, пользуясь связкой. Пешки Е6. Ладья Ц4. Ж3, на всякий случай обеспечивая своего короля, делая форточку. Е5, ладья Е7, ладья Е7. Шах на Ж5. И еще одна пешка теряется. И этот эншпиль достаточно уверенно. Элизабет довела до победы. Хотя пешку Д5 удалось черным ладьям забрать. Но слабость черного короля сказалась. Съела Элизабет все пешки ферзьевого фланга. И в конце концов достаточно быстро черные сдались, потеряв еще и ладью. Очень яркая победа Элизабет. У Наны Дзагнидзе в этом турнире победы достаточно такие технические. Не столь яркие. Ну и здесь она у нас поучаствовала в качестве соавтора. И пятая партия, пятый пример этой подборки. Победа Гюнай Мамедзаде. В шестом туре была сыграна партия Гюнай Мамедзаде с Алиной Кашлинской. Был разыгран достаточно популярный вариант в русской партии. И черным не удалось уравнять. А в этой позиции белые использовали тактический прием, который звучно называется Деспирада. Черные только что сыграли конь Е5. Напали на белого ферзя. Конечно, взятие на Д2 проигрывало бы партию, так как слон связан и теряется качество. Но в распоряжении белых есть ход, который они должны были учесть заранее. А именно удар ферзь бьет Ф7. Шах, меняющий все. Выясняется, что в случае ладья бьет Ф7, ладья бьет Д2, вроде бы тоже возможен ход конь Ф3. Но позиция с ладьей на Ф7 это не то же самое, что позиция без нее. После король Ж2, конь бьет Д2, слон бьет Ф7. Возникает выигранный эншпиль для белых, потому что пешки черных очень слабы и потеряются в ближайшее время. В партии последовало конь бьет Ф7, но оценку позиции это не меняет. Ладья бьет Д2, король Х7, С4. И выясняется, что у белых две лишние пешки и фигуры расположены лучше. Да и пешечная структура белых гораздо более убедительно выглядит. Партия еще продолжилась, но закончилась достаточно быстро. Давайте досмотрим ее до конца. Разменяли все ладьи белые. Ну и сила слона над конем в борьбе на разных флангах. Как она известна, слон б7. Красивый заключительный тактический удар. Маленькая тактика, пока по бланке выясняется, что после конь б7, а6, пешка проходит ферзи. Поэтому Алина сдалась и Гюнай вышла на отметку плюс один. Как закончится турнир, покажут заключительные пять партий, за которыми мы будем очень пристально смотреть. И в завершении турнира подведем итоги и выясним, кто же из шахматисток отобрался на турнир претенденток 20-22. Увидимся!